приветствую вас друзья мои с вами Садригин и сегодня я вот хочу свое видео посвятить цветным карандашам акварельным компании Fiber Castle 24 цвета вот они у меня я раньше ими не пользовался я начинаю сегодня тестировать их впервые для этого я подготовил вот набросок сделал и буду его разукрашивать здесь у меня изображено прыжок с одной скалы на другую скалу которая повыше я хочу в этом своем рисунке или в этой картине изобразить необходимость силы ног это очень актуальный вопрос почему потому что люди достигшие 50-летнего рубежа перешедшие 50-летний рубеж многие страдают значит слабостью ног поэтому я решил посвятить эту картину силам ног и поэтому я вот сделал такой набросок сильные ноги могут значит вас поднять до облаков говоря аллегориями это я отобразил в своем наброске и так начинаю значит использовать я тут до начала видео немного вот здесь вот уже нанес цвет ультрамарином и теперь хочу нанести верхнюю часть немного темнее цветом вот я буду значит изображать вот таким вот образом сначала нанесу легкое такое штрихование потом будет видно сделать еще темнее значит сделаю второй слой если даст будет достаточно то оставлю таким облака оставляю белым цветом небо штрихуют таким легким синим цветом я слегка соприкасаюсь с бумагой но карандаш оставляет хорошие маски впечатление у меня первое от карандашей акурильных хорошие вот такую вот я делаю штриховку теперь нижняя часть облак сделаем еще посветлее это у нас будет тоже ультрамарин французский это ультрамарин синий а это ультрамарин французский он еще светлее штрихуем этим ультрамарином теперь и получается такая растяжка темному к светлому цветными карандашами я конечно пользовался в детстве далеком детстве и вот спустя более 50 лет я снова использую цветные карандаши вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я закончил нанесение первого слоя Вы видели, что я очень бледным таким цветом раскрасил карандашами PowerCastle И потом вот этой синтетической кистью влажной я провел по раскрашенным местам И цвета оживились Как видите, только после первого слоя, очень бледного покрытия, краска ожила Мне это очень устраивает Теперь мне предстоит провести кое-какие уточнения Нанести второй слой И уже, может быть, будет моя картина готова Но я решил остановиться и рассказать вам Почему? Потому что я не смог вам показать, как я проводил влажной кисточкой И как карандашный след оживал Превращался, как будто это было наносилось акварельной краской Было очень приятное такое явление Но я это вам не смог показать Потому что у меня телефон разрядился и отключился И мне неохота было, значит, прервать мой азарт Я продолжил Думаю, давай закончу лучше первый слой полностью А потом я лучше расскажу И буду показывать в дальнейшем мои действия Итак, теперь я буду продолжать Значит, уточнять цвета Наносить второй слой, опять же, карандашом А потом опять же буду влажной кисточкой Значит, делать такое размытие Итак, на службу у меня Цветные карандаши Fiber Castle 24 цвета Отличные краски Карандаши акварельные Здесь вот я могу вам даже показать Что они очень цветостойкие Здесь минимально 3 звезды И 4 звезды Карандаши мне понравились Ну, про цветные карандаши Когда у меня будет больше немного впечатлений Я сделаю отдельное видео Сейчас тестирую И я заодно рисую Тестирую прямо за работой над картиной Итак, продолжаем Я наношу здесь Более Такие плотные линии Чтобы Придать больше акцента ногам От общей картины Я продаю аранжу и рефлекс Солнце, которое На закате Идет на закат Я от него Придаю оранжевый такой рефлекс Естественно Закат у нас будет Более оранжевый Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, пожалуй, друзья, я закончил, как вам сказал, я написал картину, посвященную ногам. Ноги, если у нас здоровые, они нас доставят туда, куда мы хотим. При нашем желании ноги могут сделать всё. У меня была такая задумка, я вот впервые написал на небольшом формате. Формат этой картины 11х14. Целлюлозная бумага. 300 грамм на квадратный сантиметр. Бумага компании GramBatter. Написал акварельными карандашами Faber-Castell. И мне они очень понравились. Я писал карандашами в детстве. Цветными карандашами. Но они, не знаю, были акварельные или такие, но они были цветные карандаши. Это было... Я в начале видео говорил, что 55 лет, а потом я посчитал, оказывается, не 55 лет, а где-то 65 лет тому назад. Я в школе пользовался цветными карандашами. У меня были и краски акварельные. То ли гуашь, не помню уже. Ну, карандашами тоже пользовался. Вот моя работа. Работа мне понравилась. Это первая моя работа за мою взрослую жизнь. Акварельными карандашами. И я написал картину. Композиция. Сюжет. Все из моей головы. Как говорится, абстрактная картина. Так что, друзья, оценивайте. Пишите в комментариях, что вы скажете про эту картину. Пишите все, что вам угодно. Как вам хочется оценить. Какие у вас есть критические замечания. Я все восприму. Любое ваше мнение будет мне идти только на пользу. Итак, пока-пока. До свидания, друзья. С вами был Садрегин. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok